3 марта в Москве состоялось расширенное заседание Совета предпрезидента по делам казачества под председательством министра образования Российской Федерации Ольги Васильевой. Среди вопросов, вынесенных на повестку дня, проведение на всероссийском уровне нескольких значимых мероприятий, которые входят в программу патриотического воспитания граждан нашей страны. Хочу сказать, что в этой программе десятки мероприятий, и вот то, что именно четырем мероприятиям, в том числе фестивалю Кадетская симфония, было уделено такое внимание, это, конечно, высокая оценка именно нашего Уваровского мероприятия. Когда состоялась презентация, то были сформированы такие документы Министерства образования, материалы, которые подготовлены к этому совету, которые в руках у министра находились. И очень приятно, что целый блок был посвящен как раз проведению нашей Кадетской симфонии, и представлен был видеопроект этого нашего мероприятия, именно уже с задачами, которые ожидают проведения этого фестиваля в 2017 году. Организатор уже готовится к проведению грандиозного мероприятия, которое снова соберет на Уварской земле представителей кадетских корпусов со всей России и с зарубежья. Поэтому на заседании в Москве были вынесены вопросы, которые волнуют. Во время информирования членов комитета о нашем мероприятии мной как раз актуализировалась такая проблема, как привлечение к участию в фестивале Кадетской симфонии представителей кадетских корпусов, тех федеральных округов, которые еще ни разу не были в нашей территории. Это вот как раз мы представляли диаграмму, что это у нас дальневосточные, сибирские и северокавказские федеральные округа. Поэтому мы как бы об этом тоже говорили. И, конечно же, один важный очень момент – это своевременное финансирование мероприятия, потому что мы знаем, что в программе средства заложены, но с учетом торгов и так поступает сумма значительно ниже той, что обозначено в программе. И к тому же она поступает уже по завершению мероприятия, хотя мы понимаем, что вся подготовительная работа, она уже начинается должна не то, что сейчас, а начинается уже с января. Одним из интересных и значимых моментов встречи стала презентация Уваровцам печатного издания. В одном экземпляре вот такая брошюра, информационный сборник по итогам проведения фестиваля Кадетской симфонии в 2016 году. Представляете, это целый труд на 250 страниц, который издан как раз Советом при Президенте Российской Федерации по делам казачества, Министерством образования и науки Российской Федерации, Управлением образования и науки Тамбовской области, Администрация города Уварова и Университет Розумовского. Это целый труд, потому что полностью посвященный нашему фестивалю, в котором не только идет повествование о днях фестиваля, даны комментарии участников, но и целый комплекс исследований по предложениям и замечаниям, и, скажем, пожеланиям тех, кто приезжает к нам на фестиваль на будущий год. По мнению заместителя главы администрации города Валентина Кобзарь, все это говорит о высокой оценке нашего мероприятия. По завершении заседания состоялась беседа с Алексеем Журавлевым, который является заместителем председателя полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе. Вполне возможно, что очередной фестиваль Кадетской симфонии будет встречать высоких гостей. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, НашГород.